Утро в первом, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвету сквозь поезды. Узов принят, уезжаем. Наступившие холода принесли много неприятностей водителям автомашин. Накануне в результате гололеда произошло несколько ДТП. Примерно в 9 часов утра авария произошла на улице Дулати, недалеко от ее пересечения с улицы Тарикулова. Здесь столкнулись автомашины Toyota Camry 40-й модели и Kia. По словам очевидцев, обе автомашины двигались параллельно по Дулати в сторону улицы Желтоксан, когда одну из них занесло на гололеде, и они столкнулись. А спустя полчаса на этом же участке дороги в результате гололеда произошла еще одна авария с участием уже трех автомашин – Opel Vectra, Nissan и Toyota Camry 40. Как рассказали очевидцы, Toyota и Jeep Nissan X-Travel стояли припаркованные возле медцентра Сункар, а Opel на скорости пересекал по Дулати улицу Тарикулова. Я привез свою жену в медцентре, все видел. Те две машины столкнулись раньше и стояли здесь, дожидаясь ГАИ. В это время с перекрестка на скорости выехал Opel. Водитель попытался затормозить, увидев скопление автомашин, но остановиться на гололеде не смог. Его занесло, он ударил вон тот Jeep Nissan, а Nissan ударил Toyota Camry. От удара Opel занесло, и он упал ворык. К счастью, в обоих ДТП люди не пострадали, но автомашинам нанесен материальный ущерб. Самый большой урон понес Opel. Сейчас полицейские выясняют виновника ДТП и чья страховая компания возместит материальный ущерб. Субтитры создавал DimaTorzok Восемь часов вечера на пульт дежурного спасательного отряда департамента ПЧС поступил сигнал о помощи от жителей одной из пятиэтажек 16 микрорайона. Звонившая женщина сообщила, что в квартире за запертыми дверями находится ее родственница, которая несколько часов не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь. Прибывшие на место вызова спасатели оперативного отряда ПЧС при помощи специального оборудования вскрыли дверь и вошли в сопровождение полицейских в квартиру. 53-летнюю хозяйку жилища они обнаружили лежащей на диване, но уже без признаков жизни. Позже прибывшие на место происшествия медики подтвердили смерть женщины. Как выяснилось, она страдала онкологическим заболеванием. Сейчас более точную причину смерти женщины устанавливают полицейские Индекшинского РОВД. А в полночь еще один вызов к спасателям ЧАЭС поступил с 17 микрорайона. 30-летний мужчина сообщил, что в его квартире захлопнулась дверь, а на кухне осталась включена газовая плита и газ распространяется по квартире. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники Кастрансгаза и полицейский. В течение нескольких минут спасатели вскрыли дверь, вошли в квартиру и с удивлением обнаружили в ней людей. Как позже выяснилось, в ходе семейной ссоры молодой человек оказался на улице. Родственники не стали впускать его в дом и тогда мужчина позвонил спасателям, решив таким нетривиальным способом попасть в квартиру. Спасатели оформили ложный вызов и теперь чутнику, возможно, придется выплатить штраф. Сотрудники миграционной полиции провели очередной рейд по выявлению гастарбайтеров, незаконно пребывающих в Шимкенте. В пять часов утра они посетили окрестности базара Автонур, где, как правило, собираются иностранцы. В течение двух часов они задержали около десятка жителей Киргизии и Узбекистана, незаконно работавших в областном центре. Согласно уже привычной спецификации, гастарбайтеры работали в сфере малого бизнеса. Я приехал из Узбекистана всего три дня назад. Работаю пекарем в пекарне. Мы изготавливаем лепешки. Хозяин обещал платить мне за работу 300 долларов в месяц. А я приехал из Киргизии. Работаю на базаре Самал. Стою на распродаже. Мне привозят вещи, я их продаю. С документами все в порядке. Часть гастарбайтеров документов при себе не имели и были доставлены в миграционное управление. Если выяснится, что у них отсутствуют необходимые бумаги, они будут выдворены за пределы республики. В некоторых случаях, согласно новому законодательству, им будет запрещено въезжать на территорию Казахстана в течение пяти лет.